Эти кадры снял проезжающий по улице Вавилова автомобилист. В огне памятник воинам, которые защищали родину. В списке на монументе герои Советского Союза и полный кавалер Ордена Славы. Теперь при свете дня очевидно, мемориал подожгли. Вандалы подожгли траурный венок. Вот что от него осталось сейчас один каркас. Он стоял прямо здесь, у имен героев, а следы от горения пластика остались, посмотрите, выше человеческого роста. С самого утра работник из районной администрации пытается очистить монумент, пока гарь не въелась. Из-за высокой температуры здесь к тому же начала лопаться облицовка. Похоже, вернуть мемориал к первозданному виду так просто не получится. Тут леса, видимо, еще лежала. Кто-то спичку бросил. Естественно, это подожгли специально. Само не могло загореться. Боквы надо перекрасывать золотым. Это не отмоется. Но неизвестные этим не ограничились. Вот на кадрах очевидцев в том же сквере пожарные тушат танк. Дыма немного, что-то горящее кинули внутрь машины. Все люки были заварены, открыть их невозможно. Боевую машину пришлось проливать сверху. Местные жители возмущены, практически все уверены. Поджигали намеренно. Кто бдит ночи. Все спят. Там и выбирают такое время, чтобы никто не видел и никто ничего не слышал. Но это наверняка подростки. Простая воспитательная работа, наверное, здесь не поможет. Наверное, нужно ужесточать меры наказания, я считаю, за такие вещи. Ну и по возможности, конечно, администрации в таких местах устанавливать камеры видеонаблюдения. В районной администрации пообещали восстановить монумент в течение недели. Сотрудники уже написали заявление в полицию, попросили наказать вандалов по всей строгости закона. Это, конечно, просто, я считаю, какое-то кощунство. Это не только сквернение памяти ветеранам и участникам Великой Отечественной войны, которые живы, но которых уже сегодня с нами нет. Но и всех кировчан и жителей города Красноярск. Пока полиция проводит проверку, надежда на то, что поджигателей найдут, есть. Евгения Шелковникова, Максим Галатый, Алексей Гусев. Енисей. Новости.